Добрый день, это программа Разворот, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, глава управления местозаключения Илона Спуре. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Вы гость для наших радиослушателей, я думаю, уже достаточно знакомый, а темы, которые мы обсуждаем, они никогда не теряют актуальности. Но начнем все-таки с приятного, наверное. Управление местозаключения, насколько я понимаю, праздновало столетие. Да, так есть, действительно. В этом месяце. Я вас с этим поздравляю. Сто лет – это большой срок. В принципе, получается, что ваше учреждение – ровесник государства, в принципе, практически. Ну, там, год какой-то. Да, с каким настроением встретили и как встретили вообще? Ну, если так философски, конечно, у нас такой период может быть переломный, потому что мы действительно в таких, как бы, ну, я не люблю слово «реформы», потому что это вечные реформы, вечные – это никогда эти реформы… Не останавливаются. Да, потому что вечно в процессе. Но в процессе перемен мы действительно очень активно, потому что мы кардинально хотим изменить не только физическую, как бы, среду для исполнения, сегодняшнего исполнения наказания, но и содержание. Потому что кодекс исполнения наказаний, ну, тоже древний. Он еще 1971 или 70-й год, да, и, то есть, он потерпел очень много всяких изменений, может быть, даже три раза в год, но он уже физически и морально устарел, и надо его описать заново. То есть, мы уже, наверное, третий год, как вместе с Министерством юстиции и службой пробации, разрабатываем новый законопроект именно о исполнении наказаний в Латвии. И это очень важно, потому что если мы все-таки надеемся до сих пор, что, ну, как бы, Кабинет Министров примет однозначное решение, да или нет, быть или нет новой тюрьмы, тюрьмы в Латвии, то… Да, то, конечно, мы не можем в новой тюрьме работать с этим старым законом и хотеть что-то изменить, потому что одни стены, ну, как бы золотая клетка еще ничего не изменит. Мы должны менять и вместе с этим и содержание, и отношение, как мы исполняем наказание, как мы, с какими мыслями идем на работу, так скажем, да. И, тем не менее, мы должны полностью менять отношение и к персоналу, то есть мы уже теперь, ну, этот год точно работаем над улучшением или перерабатываем полностью, как мы отбираем персонал, как мы будем отбирать персонал. Нас не устраивает то, что есть до сих пор сейчас, этого нам мало, мы хотим все-таки эту планку поднимать, и чтобы это делать, мы должны образовывать, мы должны дать возможность развиваться нашему персоналу. Мы не имеем такой возможности, так как Академия полиции была закрыта еще 11 лет назад, да, и тем же и закрыт колледж пенсарный, то есть именно по нашей отрасли. И я хочу сказать, все-таки наша отрасль требует особого внимания, это не есть просто только единственная специальность юрист, это намного больше. И поэтому нам это действительно на эти года очень не хватает, нам очень сложно назначать на ответственные должности людей, которые не имеют возможности к этому, как бы стремиться, развиваться, учиться. Ну вот раз вы так глобально зашли, взяли, что касается реформ и законотворчества, это такие парадоксальные вещи, потому что реформа это ведь хорошо, с одной стороны, это все время постоянные изменения и как бы прогресс, с другой стороны, если одна реформа отменяет предыдущую, как у нас часто, не только вашего отрасли бывает, это не очень хорошо. С законопроектами тоже есть, условно говоря, вы просто сказали, что устарели, но есть там понятие конституции, например, в Америке, которое было принято в 18 веке, и на ней по-прежнему все базируется, и это и есть гордость, что она по-прежнему действует. С другой стороны, да, действительно, есть современные реалии. Вот вы этот баланс как в вашей отрасли видите все-таки? Реформ слишком много или недостаточно, или что? Я думаю, что очень много изменений разных норм, не только кодекс исполнения наказания, мы терпим постоянно, но персоналу нужна и стабильность, это одна сторона. Но мы не можем не заметить, что в обществе каждый день все меняется, и последние 10 лет меняется очень-очень стремительно и быстро. Это не только связано, может быть, с техническими решениями, да, и с листвами Сакару. В связи, да. Это действительно и содержание отношения к самой отрасли, что мы делаем, то есть исполняем наказание. И я думаю, что мы очень долго к этому идем. Если вот говорить, допустим, о новой тюрьме, то я не думаю, что это адекватно хотеть, чтобы мы могли современно работать в местах, которые мы называем тюрьмами. На самом деле это только вывеска. Потому что если они, допустим, часть них строены в прошлом веке, 60-е, 70-е, 80-е годы, они строены первоначально как лагерь. То есть лагерного типа, там помещение, в котором в то время, те годы, еще 90-е годы я присутствовала, я уже работала в этой системе. Когда до 2000-м точно году содержались в одном помещении 60 осужденных. О чем мы говорим? То есть это средства якобы на исполнение наказания, которые, в принципе-то, ну, средства потрачены абсолютно бесцельно. Вы про ремонт имеете в виду? Нет, я именно о содержании, как можно исполнить наказание на ресоциализацию, допустим. Это же тоже средства, это сколько должностных лиц этим занимаются, какие программы и так далее, и так далее, и школы, и трудозанятость. Если они живут в такой многоместной… Это не камера даже, да, это нельзя так назвать. То есть сама форма никак не следует за содержанием, которое меняется. Ну, уже не буду даже говорить о тех тюрьмах, которые построены еще при губернской, да, как бы царской… В начале прошлого века. Самое старшее у нас здание 1833 год на Грифском отделении, да, до Грифской тюрьмы. Ну, мы можем хотеть, мы можем туда вкладывать деньги, красить стены, мы можем улучшать якобы какие-то такие, ну, незначительные вещи, но это не меняет в целом. Мы стандартом никак не можем соответствовать. Я, простите, пожалуйста, по поводу ремонта, почему сказал, потому что проходила такая информация, что из вот реновированных, если не ошибаюсь, девяти, только две тюрьмы, эти средства, вложенные в реновацию, они как-то вернулись и реализовались. Это действительно так? Девять тюрьм. Значит, я скажу более понятно. У нас в хозяйстве 148 зданий в целом, вот на эти девять тюрьм. Только четыре из них полностью реновированы в таком смысле, что они соответствуют международным стандартам, международным нормам, которым Латвия, как одна из стран Евросоюза, и присоединилась. Это какие тюрьмы? В 1994 году. Это не тюрьмы, это отдельное издание. Про тюрьму, если мы говорим, это даже не тюрьма, это ЦЭСИС, это учреждение воспитательное для несовершеннолетних. Там два здания, одно полностью заново построено, было сдано в эксплуатацию в 2011 году, и второе реновировано полностью. Да, это вот, можно сказать, вот сделано, да, и как бы забыли, да, то есть там только если какие-то действительно такие текущие работы. Второе, это новый центр для наркозависимых, это на территории Олэнской тюрьмы, где находится и тюремная больница, и еще корпус закрытый, и еще открытая тюрьма. То есть это один из... Этот центр недавно открыли, буквально несколько лет назад. Третий год, 5 октября будет три года, как он уже действует, да, и работаем по содержанию, действительно, я считаю, что на очень хорошем уровне, если к нам со стран Скандинавии, с тюремных систем, коллеги приезжают учиться, я думаю, что это хорошее. Я так понимаю, что они и поучаствовали в программе. Конкретно поучаствовали норвежцы, но учатся, и финны приезжают, и датчане приезжают учиться, смотреть, принимать опыт, как мы работаем. И сами Норвегия оценивают, что мы действительно эту программу, которую переняли из Норвегии, с тюрьмы Ослу конкретно, что мы действительно, можно сказать, потому что мы как бы заново делаем, то есть мы уже лучше делаем, это все свежее, да, и сотрудники отобраны уже, как бы, да... То есть все по-новому. Да, все, то есть мы немножко даже их обошли, они сами так говорят. 148, да. Да, и еще одно здание, это Валмирская тюрьма, которая, ну, лет, наверное, 14 здания, где размещаются заключенные, которые находятся под следствием, примерно 100 человек, 14 лет это здание было в аварийном состоянии. В принципе, мы не могли вообще даже там помещать больше, продолжать помещать людей, а в этом регионе у нас больше некуда помещать, да, там одна это Валмирская тюрьма, и поэтому это надо было срочно решать. Когда мы закрывали, ликвидировали Штиротовскую тюрьму, сэкономленные деньги, мы решили вложить вот этот корпус, и тогда полностью, там действительно остались только наружные стены, полностью перестроен, потому что там были деревянные перекрытия, которые тоже были построены, 1867, по-моему, год, то есть они прогнившие, там были разные случаи, когда действительно полы проварливались, и надо было срочно это решать. Поэтому, да, вот этот корпус мы закончили в 2016 году, и единственное, что мы не можем сделать одноместные и двухместные, там четырехместные камеры в основном. Как бы считаем, что это, ну, более-менее уже масса ответственности. А остальные 144 здания, получается, неудовлетворительные? То есть все 144 мы должны или капитальный ремонт производить, или реконструкцию, да, или понять, что их надо закрывать и строить что-то заново. Вы за какой вариант из этих трех? Вы считаете более целесообразным? Мы считаем, что 12 лет обсуждений, дискуссий, очень-очень долгий срок, чтобы уже определиться. Если да, новые тюрьмы, так зачем мы будем вкладывать бессмысленно госбуджет, старые здания, все буквально, да, чтобы они соответствовали, если будет новая тюрьма, и мы можем смело закрывать, полностью ликвидировать три тюрьмы, может быть, даже больше. Это какие вот подзакрытия? Ну, Брасовская мы сейчас обсудим, она уже закрылась. Какие еще три претендента? Я, честно говоря, они все перечислены в разных протоколах нашего кабинета министра, раньше принятых. Я почему? Я думаю о своих людей. Я очень не люблю больше называть эти тюрьмы, им работать. А какое психологическое состояние может быть все время на чемоданах, да, что, ой, нас следующих, которых закроют. Это лучше все-таки. Ну, естественно, если Лепа построят, будет Лепаевская тюрьма, естественно, она очень маленькая, то есть, ну, как бы... На 1200 мест, да? Нет, большая, да, новая на 1200 мест, но закрывать старую, там 160 мест. А, то есть, там тоже. То есть, экономично там особо влияния большого нет. Ближе к этому региону, Курзинскому тогда прилегает и по состоянию. Мы оцениваем состояние по очень многим критериям. Это, конечно, Елговская тюрьма. И далее будем действительно анализировать, не просто так, ну, вот закроем ту или закроем эту. Нет, мы будем анализировать на то время, какое состояние тюрем чисто физически и какие денежные, объем денежных средств нужно, чтобы ту или другую ремонтировать или реновировать. Это тоже немалозначно. И, конечно, о том, еще речь, насколько заполнена персоналом эта тюрьма. И тут есть вопрос. Есть разница, да? На регионах у нас нет такой очень, ну, скажем, кричащей проблемы, да? Особенно, да, Уголпилс, Якопилс, где укомплектовано примерно 96-98%, да? То это мы никак не можем сказать о Риге и о ближайших, ну, вокруг Риги, которые тюрьмы находятся. Ну, вот уже есть опыт закрытия. Последнее, это совсем свежее, это Брасовская тюрьма. До этого в Эдсумнеэкске, ну, там, наверное, не такие масштабы большие, насколько я понимаю. Шкироватарская тоже несколько лет назад. Насколько успешно, ну, вот давайте про Брасовскую, это самое свежее. Вот насколько успешно это было сделано? Смена работы для персонала, смена места расположения для заключенных, а это такая особая группа содержалась в этой тюрьме. Так называемые, особо опасные, да, преступники? Ну, мы так не делим, мы делим закрытое, частично закрытое или открытое, но, конечно, Брасовская тюрьма была закрытая тюрьма. Специфика, единственная для Брасова была то, что там, как бы, многие года эта тюрьма специализировалась на трудозанятость. То есть, швейный цех был довольно-таки большой, и они могли привлекаться к работе и зарабатывать себе, значит, деньги. Военная форма, да? Да, они шили для армии, но вопрос был самый главный, чтобы адекватно дать возможность перенести вот эти все, как бы, ну, важные пункты, то есть, трудозанятость, школа, профессиональное обучение и так далее, и так далее. Потому что, как бы, свободных мест для просто осужденных, они есть, они были на тот момент, поэтому мы могли такой шаг делать. Самое главное было же так, чтобы вот последовательность мы действительно смогли, сколько можем это сделать. И, да, швейный цех того же предприятия есть и в Вильгусемской тюрьме, то есть, мы, как бы, не оставили вообще без возможности, да. И дали возможность еще продолжать, допустим, той же центральной тюрьме. Также переносили школы, которые мы видели, что это целесообразно. Персоналу было предложено на то время, я считаю, что это было еще очень позитивное решение. Может быть, про следующие тюрьмы, которые будем когда-то закрывать, не будет больше такой возможности, просто, может быть, не будет столько вакансий. И на этот конкретный случай, на закрытие братской тюрьмы мы имели больше вакансий, чем люди работали на этой тюрьме. Но, конечно, кому-то подходило время увольняться на пенсию, да, то есть, ну, тоже индивидуально надо было подходить и смотреть. Конечно, руководящих должностей, ну, столько вакантных нет, да. Конечно, не все могли, как бы, ну, уйти на буквально такую же должность. Может быть, кому-то предложили то, что есть вот вакансии в списке, и, может быть, кто-то и пошел ниже, действительно. Но чтобы сохранить возможность служить дальше. То есть, ну, на тот момент, какая была ситуация. Сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут перерывемся. Илона Спура, глава управления местозаключения у нас в гостях. Вы можете звонить, задавать вопросы. 6, 7, 2, 12, 93, 9, 6, 7, 2, 13, 93, 9. Сейчас перерыв. На балткоме разворот. На, продолжаем разворот. Илона Спура, глава управления местозаключения у нас сегодня в гостях. Еще раз повторю, номера прямого эфира. 6, 7, 2, 12, 93, 9, 6, 7, 2, 13, 93, 9. Звоните, задавайте вопросы или пишите нам в WhatsApp. 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1. Мы сейчас поговорим про Улепойскую тюрьму. Но вот прежде про Брасскую закончим. Вы рассказывали, что сэкономленные средства с закрытия Шкир от Афской тюрьмы выпустили на реновацию Валмерской. С Брасской тогда, что вы собираетесь делать с этими средствами? Я так понимаю, что 3,5 миллиона удалось сэкономить. Да, в целом, да. То есть, в основном, опять же, мы будем эти средства использовать для улучшения других тюрьм. Именно состояние физическое, да, то есть, ремонтировать, где мы можем. Будем двигаться дальше в Афганской тюрьме. Следующий корпус реновировать полностью. Ну, как бы, ну, нет смысла, как бы, как черную дыру латать, как бы, везде, по всей системе, а потом через пару лет опять к тому же разбитому кориту, да. То есть, двигаемся там дальше. Но, опять же, надо сказать, что если в 2016 году по тем ценам строительным нам этот корпус обошел соревноваться и полностью реконструкции 1,7 миллионов, то теперь уже, ну, допустим, планируем заключать договор о следующем корпусе. Ладно, он немного, но больше. По количеству мест он больше. Ну, это уже теперь 3,5 миллиона. То есть, цены растут каждый год в этой отрасли строительной, и мы от этого зависим. И мы зависим от, естественно, процедуры закупок. И, то есть, это не так просто, что мы уже точно, мы не можем вложиться в один бюджетный год с такими объектами. Это очень сложно. А будущее, вот, закрывается тюрьма, то, что с созданием происходит потом, это уже ваша компетенция или это передается все правительству, тому, кому принадлежит? То есть, просто я, насколько понимаю, значит, это, получается, Шкира Тавская, да? Гриндекс в итоге стал владельцем, и он, как Гриндекс объявил, они там собираются в какой-то современный центр, вот, или цех сделать. С Ветфунекской там какая-то социальная история произошла, да? Там сделали какой-то социальный центр. Вот вы тоже этим занимаетесь, принимаете участие? И что с Брасовской вообще предполагается? Мы, как бы, принимаем участие, но мы это сами не организовываем, потому что это все имущество, как бы, недвижимость, и земля, и здание принадлежат Министерству юстиции. Мы пользуемся, мы обхозяйничаем, так можно сказать, да? То есть, если сейчас Брасовская тюрьма оформляет все документы на все здания, замельные книги, и министерство будет решать вопрос о передаче агентуры по государственной недвижимости. Так и было сделано с Чиротовской тюрьмой. Это, правда, да, занимает время. В том случае это было полтора года. Сейчас, ну, будем следить, смотреть, сколько это займет. Конечно, как бы мы... Предположения какие-то там есть уже, или это вообще... Ну, трудно сказать вообще о заинтересованности в этом объекте. То есть, это особая инфраструктура такая, там же что угодно там не организуешь. Конечно, это специфика, да. И если бы это только были вот эти здания царского времени, которые, в принципе, ну, можно сказать, какую-то ценность историческую имеют, как и центральная тюрьма. Но там много пристроено уже последующие годы, то есть советское время. Там военный госпиталь, кстати, исторический рядом. Рядом, да. Ну, то есть, такую ценность особо, ну, как бы, маркетную, ну, тиргусвертых, они рыночную уже, конечно, не имеют. Ну, есть разный интерес был, да, там, что, вот, не знаю, там, гостевой дом там или что-то там, какие-то квизы делать, организовать. Наподобие Лепой, Леповский галфахт. Да, ну, такие были, получаю иногда на электронную почту такие предложения, но мы этим не занимаемся и не будем влиять на то, каким образом это дальше будет использоваться. Нам была наша задача это освободить, оставить это всё в нормальном состоянии, и так, чтобы там можно дальше с этим как-то недвижимостью делать. Но потом, естественно, если принимает агентура по госнедвижимости, то далее, следуя закону, они объявляют аукцион, выставляют на аукцион этот объект, и тогда уже, как с Гриндексом, допустим, да, судьба Штирутовской тюрьмы, да, венчалась тем, что Гриндекс в этом аукционе. Да, ну и они рядом там находятся, им даже очень удобно. Да. Хорошо, Леповская тюрьма. Ну, вот 12 лет действительно это уже маринуется, можно сказать, эта история, и вы так тоже вот в прошлой части сказали, либо да, либо нет. И вот возвращаясь к тому, что я вначале говорил, просто вот нынешняя власть, да, нынешний министр, он ведь говорит твёрдое «да». Был перенесён срок, правда, вот вообще предполагалось, что в этом году уже теперь, в 2020 году. В этом году должны были сдать уже. Да, ну, теперь 2023 звучит. И получается, что скорее, да, в то же время и строительство ведь дорожает с каждым годом, да, сейчас уже, насколько я понимаю, последняя цифра 113 миллионов звучала, хотя начиналось всё там значительно более меньшей суммой. Ну, вот как вы на всю эту ситуацию смотрите? Какой ваш прогноз? На что это похоже больше? Удастся всё-таки или нет? Ну, если негативное решение или решение о перенесении, допустим, срока только ради того, чтобы эту сроку сумму уменьшить, да, которые потребуются для строительства тюрьмы, то это не оправдывает себя абсолютно, потому что каждый год, мы сами слышим публично, 4,8, по-моему, процента увеличается только за один год, да, в отрасли строительства расценки, да. То есть, ну, тут никак нельзя ожидать, что мы можем там сократить. Ну, один забор снять или там, я не знаю, ну, одно здание не построить, да. То есть, мы нарушаем полностью тогда все логичные решения того, что мы идём к тому, что эта тюрьма будет действовать 50 и 100 лет вперёд. Это решение на завтра, и мы не можем думать, что будет стоять на вышке человек с оружием в наше время, в наши дни. Это уже так нигде в Европе не делается, и мы, наверное, последние тут остались, может быть, ну, соседи ещё, не знаю, не в Эстонии, конечно. Ну, это ненормально. То есть, мы уже там вложили такие решения, которые снимают человеческие ресурсы, то есть, мы сокращаем на зарплаты, естественно, да, то есть, мы вкладываем на технику, но это потом как бы окупается. То есть, как бы тюрьму охраняем техникой. Да, есть группа, которая оперативно может действовать при случае, если это надо. И также логистика, как продвигаются эти заключённые. То есть, там всё продумано так, что максимально мы убираем лишние какие-то посты, лишние смены. Если один пост, это надо пять смен считать, да? Ну, сделаем. Тем не менее, 400, вот как мэр Леппы буквально несколько недель назад объявил, 400 рабочих мест будет предложено. Ну, в принципе, 400-450, да. А что касается вот нынешнего министра Борденс, он как-то сказал, что если, ну, тоже так критически это всё комментировал, он сказал, что если не предпринять каких-то мер по поводу ситуации, то Латвия даже может оказаться в неком чёрном списке. Или вот что-то такое, что это значит? Это то, что... Это СПТ. Это комитет против питок к заключённым и нечеловечному обращению с заключёнными, это так называемый СПТ в сокращении, посещает наше государство раз в 4 года, бывало, и что через 2 года они приехали повторно. То есть, инспицируют все тюрьмы, не только тюрьмы, они инспицируют и полицейские участки, не участки, а места краткосрочного содержания, и психоневрологические больницы или отделения. Да, они были в последний раз в 16-м году, и уже обследуют 3 тюрьмы. Были они в Долгогрёвской тюрьме, на Грёвском отделении, и там, допустим, те, ну, как бы, предписки, что они дали нашему правительству, ну, не звучали особо позитивно, потому что действительно, там, 1833 год, да, здание, которое по своему характеру вообще оно памятник культуры, и мы, то есть, даже не можем, если хотели, если могли бы технически, но это даже невозможно технически что-то пристроить, то мы не можем, потому что это памятник. А чем грозит, вот если всё-таки не успеем? Вот приеду в 2020 году, если обнаружат, что там особо никаких таких видных улучшений нет, для условий содержания заключённых, они могут, сказать, и закрыть. А там у нас находится практически 700 человек. То есть, тогда надо с этого исходить. Они этот свой рапорт опубликуют, они могут публиковать, они обращаются именно к правительству конкретного государства, предупреждают. И если они понимают, что нет никаких подвигов, они публикуют, но на этот день такие публикации публично есть только о российских тюрьмах. Есть в Турции и Греции, но это не тюрьмы, а это там, где содержатся мигранты. То есть, ну, я не знаю, это престиж Латвии, это опять же, если мы хотим всё-таки привлекать инвесторов и так далее, и так далее, это, ну, такой очень-очень. А если 700 человек, то что тогда? Ну, понятно, что мы пока не видим. Ну, я и прошлый вторник была на заседании правительства, и я информирую, мой долг информировать. Я просто информирую, что тогда вместе с правительством мы должны будем принять решение, что будем в Латвии делать заключёнными, которые должны отбывать срок наказания, лишения свободы. Мы будем очередь делать на тюрьму. Даже такой сценарий рассматривают? Ну, если закроют, куда мы 700 денем? Некуда. Если мы не будем развивать эту систему и не будем строить тюрьму, значит, мы будем иметь очереди, как в Норвегии. Но количество заключённых, тем не менее, с каждым годом оно снижается, насколько я понимаю. То есть, за последние 10 лет количество сократилось, сейчас оно уже менее 4 тысяч, да, по Латвии? На сегодняшний день 3 тысячи 430 примерно. За 10 лет уменьшилось наполовину. Но последний год-полтора количество заключённых, если мы смотрим динамику, то оно довольно-таки стабильно. То есть, оно как бы уже достигло своей, ну, не знаю, нижней планки. Нижнюю планку, да. Каждый, мы как бы, ну, как живой организм. Каждое какое-то изменение может быть в уголовном законе. Может изменить и количество в тюрьмах. Просто, тем не менее, Латвия по-прежнему в топах, насколько я понимаю. С Литвой, да, мы пока ещё, слава богу, не настолько конкурируем. Но в целом по Европе Латвия по количеству всё равно. Всё равно, если мы считаем пенциарный коэффициент, это на 100 тысяч жителей, у нас очень мало жителей. И поэтому эта цифра абсолютно не очень-то падает. А нефть, миграция просто тоже забирает своё. Да, если мы можем вообще назвать цифру, сколько жителей, да, и на тысячу, то получается, сейчас, я не считала последний год, не могу сейчас сказать, но последнее, что мы считали, было примерно 235 человек на 100 тысяч жителей, да. То есть, это большой. Если для сравнения, самый низкий уровень, это у Финляндии. У Скансинавы, да. Именно в Финляндии, самый низкий в мире даже, не только в Европе, это 51 человек на 100 тысяч жителей. Короткие срока исполнения наказаний и так далее, и так далее. И очень развиты те наказания, которые исполняются в обществе. Кстати, ну если по причинам, почему у нас уменьшилось, это то же самое. Можно назвать те же самые, как бы, ну, аспекты. Это было изменение в уголовном законе в 2013 году, сократились на половину с 40 исполнений наказаний. Когда мы возглавили, собственно, управление. Да, и тогда было интересно, что я сама и прогнозировала, насколько это уменьшится, и оказалось, что я права. Сказала тогда 3,5 тысячи. В принципе, так и есть. И 2,5 тысячи из них осуждённые. Следующий – это действительно та миграция, которая происходит. И вообще, что происходит с нашей популяцией. То есть, что жителей с 15 до 65 лет меньше. Просто потенциально тех людей, которые могут потенциально совершить какое-то правонарушение, их стало меньше, а не потому, что мы все тут стали очень, ну, лучше работать. Да, да, да. То есть, немножко надо критично к этому подойти. А вот про миграцию тоже и с начальником полиции об этом говорили. Вот то, что, ну, не секрет, что особенно, когда была первая волна миграции из Латвии, поехали люди, опять же, ну, которые, может быть, менее способны были найти работу. И, ну, скажем так, люди без высшего образования. Потом уже за ними последовали и с высшим образованием. Но как вот статистика, опять же, показала, что за счёт вот этого миграции увеличилось в том числе количество преступлений латвийскими подданными и гражданами Латвии за рубежом. Мы сейчас постоянно слышим вот о различных там каких-то ситуациях. Это как-то на вашу работу повлияло? Вам приходится иметь дело вот с тем, как-то, не знаю, сотрудничать с коллегами из Западной Европы, например? Передают, да, из, ну, в основном, в основном, ну, если так, первые три позиции, в основном это Германия, да, откуда мы, как бы, перенимаем. Ну, не оправдалось, ну, как бы, наше волнение, что будет с Ирландией. Там, ну, буквально несколько человек, может быть, за год совсем мало в Великобритании. Бывает, да. Ну, в среднем это 50 человек, может быть. То есть, это, ну, не такое влияние на нашу, как бы, тюремную систему, чтобы, как бы, ну, об этом уже быть в колокол и сказать, что это проблема. Нет. Ну, то, что, да, ну, наши подданные отбывают с срока в разных других государствах, это так действительно может быть. Но, опять же, чтобы перенять на исполнение наказаний в наше государство, мы должны быть не хуже, чем тюремная система в том государстве, где он это совершил. Ну, как же там, с Германией можно сравниться? То есть, условия и, условия и содержание, и, допустим, здравоохранение в тюрьме, образование, то есть, условия, как он может получить досрочное освобождение. То есть, это все оценивается, и только потом принимается это решение. Так, значит, мы не очень много принимаем, учитывая, о чем мы говорили сегодня. Если не будем строить тюрьмы, ну, так, да, в каком-то мере это тоже сказывается. Вот вы в одном из интервью, в принципе, не раз так говорили, ну, справедливая абсолютно такая позиция, что тюрьма – это во многом зеркало общества, да, то есть, есть какое-то отражение. Вот вы уже шесть лет возглавляете в этой системе, уже намного больше лет, вот это зеркало, оно меняется, и каким мы его видим сегодня, в 2019 году? Ну, с одной стороны, хочется верить, что уже, ну, меня моложе люди, да, то есть, уже следующие поколения, как бы, более в глобальном мире растут, и другим отношениям. Ну, что меня волнует, меня волнует, что, несмотря на то, что заключенных стало меньше наполовину, характер преступлений все-таки жестокий. Вчера опять слышали, да, и эти ограбления… Ну, ограбления, если цель – грабеж, да, и насилие, там, это не первый случай, я сама живу в городе и тоже по соседству слышу, что такие случаи бывают. То есть, это надо мерить, насколько действительно общество может себя чувствовать безопасно в своем государстве, а это Конституция. И как вы отвечаете на этот вот вопрос? Иногда я думаю, что я просто очень критично становлюсь, может быть, с годами, может, с опытом, не знаю, но я не могу сейчас смотреть на это очень оптимистично. А если вот еще так более конкретно по статистике говорить, ну, вот такие основные положения – это то, что средний возраст, ну, мы же сегодня говорили, но это 37-40 лет. Насколько я понимаю, около 5% женщин, по крайней мере, это было два года назад такая статистика была среди всех заключенных. И также вы не так давно говорили, что основным языком пока еще около 60% являются русские все-таки в тюрьму. В принципе, да. Все по-прежнему так? В принципе, да, это не меняется, это количество, ну, да, ну, так скажем, не латышескоговорящие, да, примерно, ну, около 100. Это тоже зависит, периодически это количество меняется, но в среднем где-то 100 человек у нас бывают иностранные, как бы, заключенные. Но, да, так есть. Так есть. Давайте звонок примем, наденьте наушники, вот у нас есть один звонок. Слушаем вас, пожалуйста. День. Добрый. Конечно, ваша собеседница подняла очень правильную тему. Новая качественная тюрьма, она дает больше возможностей для реабилитации заключенного, и это приветствуется. У меня вопрос такой, вот, если я не ошибаюсь, то есть публичная информация, что тюрьма, построенная в Лепое, которая меньше аналогичной тюрьмы, потому что проекта, построенная в Эстонии, стоит на 25 миллионов евро дороже. А чем это объясняется? Спасибо. Да, очень хороший вопрос, и вовремя. Мы как раз об этом в управлении заключения, и сейчас над этим вопросом работаем, чтобы немножко разъяснить... Траты. Да, во-первых, таллиннская тюрьма, то, что прозвучало 73,9 миллионов, это только чисто строительство, само строение. У меня даже есть, я попросила от коллег из Эстонии, у меня есть целый список, какие закупки были произведены, организованы при строительстве таллиннской новой тюрьмы, чтобы сдать в эксплуатацию. И тут целый ряд закупок. В целом, это 102,6 миллионов, да, и потому что, как бы, надо еще и считать с налогом и так далее, и так далее. Но вы имеете возможность сравнить с нашим? Наши стоят 113, но, что я хочу сказать, что не было в таллиннской тюрьме в этом проекте, это без, то есть, эти 73,9, скажем, да, миллиона, ну, почти 74, это без оборудования, без вайстра, слаботочка, да? То есть, многие аспекты, которые в этой цене просто вы не видите. Не указаны. Не указаны. В нашей уже там как бы это все. Да, ну, то есть, все, большой разницы там нет. Тем не менее, ну, как нам задало в 17-м году правительство, мы еще должны были этот технический проект, который на тот момент был готов, и он есть, да, переработать, чтобы уменьшить траты. Мы тогда вместе с Министерством юстиции и с агентурой по, то есть, нам агентур, агентура, которая под Министерством юстиции, которая руководит этим проектом новой тюрьмы Лепайской, пересматривали технический проект и сократили, ну, как бы, эти общие затраты на, если не ошибаюсь, 9 миллионов в то время, да? Да, но, опять же, мы уже с вами сегодня говорили, если каждый год растет расценки у строительной отрасли… Естественным образом, да. То есть, мы уже, это то, что пересмотрели и что-то там сократили, рискуя, может быть, безопасностью, да, в какой-то мере безопасностью новой тюрьмы, это опять мы уже потеряли, то есть, опять этот баланс нарушился. То есть, в этом 113 миллионов еще включены теперь переработка этого технического проекта. То, что нам сказали, пожалуйста, сократите, теперь мы эти, как бы, вот то, что сократили, должны внести технический проект изменения. Ну, получается, промедление осложняет только вам жизнь, получается. То есть, ну, это так, почему различаются вот эти… У нас время заканчивается, вот буквально для последнего вопроса, короткого, он такой более позитивный, может быть. Я не знаю, слышали ли вы, что сейчас в Голливуде был снят фильм «План побега-3» с Сильвестром Сталлоне небезызвестным, в котором удивительным образом фигурирует латвийская тюрьма, якобы где-то около Краслова. Вы слышали об этом что-нибудь? Я это только узнал на прошлой неделе, благодаря тому, что кто-то обратился с этим вопросом к нам, может, вы? Нет, Лена, я сейчас обращаюсь. Никто не консультировался с вами по поводу того, как изображать. Нет, если абсолютно серьезно говорить, то нет, я узнал действительно на прошлой неделе, что такой фильм снят и что там упоминается. Это абсолютно оторвано от реальности, от места, это чисто нечаянно названо Латвией, так же могло быть названо Литва или, не знаю, Эстония. Нет, никто с нами не связывался, и мы даже не знаем. Может быть, это может как-то популяризировать, я не знаю, или обратить внимание, по крайней мере, на отрасль. Да, мы с коллегами это обсуждали и подумали, что, ну, может быть, впредь когда-то в какие-то хорошие времена у нас будет учебное заведение свое, и мы можем там включить какие-то информационные блоки, не знаю, про историю тюремной системы, и в том числе вот почему-то не тематически. Какие вообще фильмы сняты на тему тюрьма или где-то там какой-то сюжет. Есть, кстати, очень много. В целом, да. Спасибо вам большое. Илона Спура, начальник управления медзаключения, была у нас в гостях. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. До свидания. До свидания.